книга открытым оком тома 1 вопрос 182 тема смерть если душа попала в ад то как повлияет на нее милостыня в день суда что значит спасется как бы из огня значит ли это что из ада можно спастись отвечает Игнатий Тихонович Лапкин о пользе милостыни за неверующих нет ни слова в священном писании все остальное что написано на эту тему бред не пьяных старух выражение это выглядит так 1 коринфянам 3 9 3 9 15 ибо мы соработники у бога а вы божья нива божие строение я по данной мне от бога благодати как мудрый строитель положил основание а другой строит на нем но каждый смотри как строит ибо никто не может положить другого основания кроме положенного которое есть иисус христос стоит ли кто на этом основании из золота серебра драгоценных камней дерева сена соломы каждого дела обнаружится ибо день покажет потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого каково оно есть у кого дело которое он строил устоит тот получит награду а у кого дело сгорит тот потерпит урон впрочем сам спасется но так как бы из огня апостол павел положил основание веру во христа а уже уверовавшие сами должны строить созидать свою жизнь добрыми делами или худыми к добрым делам названным золотом серебром драгоценными коня камнями относятся плоды духа а к делам плоти относятся дерево сено солома послание галатам 5 1926 дела плоти известны они суть прелюбодеяние блуд нечистота непотребство идолослужения волшебство вражда ссоры зависть гнев распри разногласия соблазны ереси ненависть убийство пьянство бесчинство и тому подобное предваряю вас как и прежде предварял что поступающие так царствие божие не наследует плод же духа любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость воздержание на таковых нет закона но те которые христовы распяли плоть со страстями и похотями если же мы живем духом то по духу и поступать должны не будем тщеславиться друг друга раздражать друг другу завидовать понятно что то что сгорит значит погибнет бог будет судить человека по делам и вся библия говорит что делающие грех погибнут это единственное место в священном писании разъясняет единственное место евангелия которая расшифровывает слово спасутся то есть не уничтожатся в ничто как учит эритики но сохранится для того чтобы быть брошенным в огонь вечный исайя 24 16 18 от края земли мы слышим песнь слава праведному и сказал я беда мне беда мне увы мне злодеи злодействуют и злодействуют злодеи злодейский ужас и яма и петля для тебя житель земли тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму и кто выйдет из ямы попадет в петлю ибо окна с небесной высоты растворяться и основания земли потрясутся человек спасся из ямы чтобы попасть в петлю когда все люди на страшном суде пройдут через огненную реку текущую пред престолом судьи то праведники воссияют как солнце а нечестивые будут выглядеть как обожженная головня пророк даниил 7 10 огненная река выходила и проходила пред ним тысячи тысяч служили ему и тьмы тем предстояли пред ним судьи сели и раскрылись книги матфея 13 43 тогда праведники воссияют как солнце в царстве отца их кто имеет уши слышать да слышит амос 4 11 производил я среди вас разрушения как разрушил бог садом и гаморру и вы были выхвачены как головня из огня и при всем том вы не обратились ко мне говорит господь в нагорной проповеди господь изрекает 9 блаженств называете заповеди новыми только что произнесенными да то ли неизвестными в кавычках стата малыми заповедями по сравнению с двумя заповедями о любви к богу и ближним и ни одно из этих блаженств нельзя нарушить попрать и быть спасенным и вдруг господь говорит матфея 5 19 и так кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей тот малейшим наречется в царстве небесном а кто сотворит и научит тот великим наречется в царстве небесном еретики радуются что хотя мы и будем нарушать но все-таки будем в царстве небесном вот и сам господь об этом сказал увы надежда а лицемера не сбудется царствием небесным в данном случае называется пришествие иисуса христа с ангелами и на этом суде с приходом его во царстве нарушители блаженств окажутся малейшими то есть не спасенными не уничтожатся но в кавычках спасутся из огненной реки как головня и будут брошены в озеро огненное 2 тимофею 4 1 итак заклинаю тебя пред богом и господом нашим иисусом христом который будет судить живых и мертвых в явлении его и царстве его